МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые телезрители, в эфире очередной выпуск программы Косгораз. Здравствуйте! Сегодня я хотел бы затронуть тему горно-металлургической промышленности у нас в стране и о применяемых технологиях в этой сфере. Позвольте представить моего гостя, казахстанский государственный общественный деятель, исполнительный директор объединения юридических лиц, республиканская ассоциация горно-добывающих горно-металлургических предприятий. Он также является президентом товаропроизводителей, экспортером Казахстана. Так, да? Есть. Николай Владимирович Радостович, добро пожаловать. Спасибо. Уважаемые телезрители, как всегда, мы в прямом эфире. Звоните, наш телефон 553710. Николай Владимирович, у меня сразу к вам вопрос такой. Вот у меня недавно была наш депутат, Никитинская Екатерина Сергеевна. Она говорила, что я ожидал вас, уже две недели я вас ожидаю. Вы знаете об этом, да? Она говорила, что я училась на трудах вашего отца. И сопал так, что живу в Алма-Ате, жила по этой улице. Мне очень приятно. И еще я помню, когда вы были министром, выступали перед нами депутатом, говорили, поверьте мне, экономисты в четвертом поколении. Помните эти слова, да? У вас хорошая память. И третий. Все-таки ваш отец известный человек. Хотя я скажу, что и ваша мать известна. Она спасла многие жизни казахстанцев. Но вместе с тем я все-таки больше хочу отдать предпочтение вашему отцу, потому что я тоже учился в Казуху. Поэтому я знал его. Вот Владимир Константинович такие слова говорил. Здесь человеческих ценностей куда выше, чем во многих других более развитых государствах. И если народ сумеет сохранить эти ценности, то эта страна будет для многих притягательной. Вот скажите мне, Николай, сбылась мечта вашего отца? Вы знаете, я очень тронут тем, что мы сейчас затронули моего отца. Он действительно босиком оказался в Казахстане. Ему 29 лет. Не было даже среднего образования. Но когда он попал в Казахстан, в Алма-Ату, женился здесь, он попал на кафедру, параллельно учился. И у него такие были учителя, как Бутин и Тулебаев. Это Аксакалы. И он с них брал пример. И у нас в Думе стало появляться что-то такое национальное. Я думал, что это что-то такое, ну, дань моде. Потом он настолько проникся, что он поставил два трехметровых стола вместе. У нас такой длинный был коридор, как гостиная. Первая часть трехметрового стола всегда была накрыта казами, чужок, чай. Вторая часть бумаги он здесь принимал. Людей. К нему шли учителя, друзья, гости. Всех он сперва, мама пропускала через первый стол. Без чашки чая никто не имел права пройти дальше. И он всегда говорил, у казахов очень правильная традиция. Выше до Стархана ничего нет. И он всегда говорил, Бутин, когда он мальчиком 29 лет, он мальчиком еще был. Потому что по развитию он ходил за этим Аксакалом, тот говорил, первое, если ты хочешь быть нормальным человеком, ты должен, понятно, друзьям помогать. Ты должен врагам хорошее делать. Он говорил, почему? Врагам надо плохое делать. Он говорит, враг от тебя плохое всегда ждет. Если ты хочешь, чтобы у него совесть где-то пробудилась, сделай ему хорошее, он тогда задумается. Может, он не прав. И он всегда говорил, если даже за столом зашел гость, даже если он недоброжелательный человек, у казахов никогда его не вытолкнут. Его посадят за стол, потому что высажив до Стархана ничего нет. За столом, лицом к друг другу, люди как-то по-другому себя ведут. Находят общий язык. И прошли многие годы, я абсолютно убежден, что он прав. Смотрите, как ведет Казахстан. Миролюбиво многовекторно. И что здесь приезжают люди со всего мира, удивляются. Потому что в первую очередь здесь люди друг к другу относятся с человеческими ценностями, в которых основа мир, дружба. И я не слышал, чтобы кто-то где-то сказал, вот эти народы плохие, а этот народ хороший. А когда я слышу сейчас кое-где такие высказывания, а у меня у самого течет где-то и белорусская, и украинская, и русская кровь, меня это очень настораживает. Я думаю, настораживает всех казахстанцев. У нас в Казахстане создана модель, при которой этого нет. И создана прежде всего национальным этносом, потому что казахи все равно по натуре очень доброжевательны. И вот то, что говорил мой отец, он подводил меня к арте Советского Союза и говорил, вот когда-нибудь это будет Казахстан самостоятельная страна. И мир к ней потянется. Я был школьникам удивлялся, почему он так говорил. Он говорил, потому что здесь человеческие ценности, они становятся превыше только экономических показателей. Инвесторы все придут туда, там, где мир, там, где доброжелательно, там, где люди строят что-то свое, не ущемляя ни национальный вопрос, ни религиозный, и не ставя себя выше всех. Вот, Николай Владимирович, как раз вы затронули вопросы инвестиций, инвесторов, да? Вот горно-рудной металлургической промышленности как сегодня обстоит с приходом инвесторов? Надо сказать, гиганты, которые многие думали в 94-е годы остановятся, они, может быть, тогда кто-то сомневался, нужно ли было отдавать иностранным инвесторам. Но сейчас же все убеждены, что это было сделано правильно. Только крупные компании могут, не ссылаясь на то, что нет денег в банках, выдавать заработную плату. Только крупные компании смогли наладить высокий менеджмент, научиться продавать продукцию. И сейчас, например, Казахстан, вот я посмотрел, есть расчеты агентства «Блумберд». Мы по темпам роста... И вы как-то говорили, «Блумберд» не ошибается. Не ошибается. Мы занимаем после Арабских Эмиратов следующее место. Мы девятые по темпам роста в 2015 году. Я не думаю, что это агентство делает неправильный просчет. Это несмотря на то, что по металлам не очень хорошая конъюнктура. Дело в том, что вот мы проехали сейчас по предприятиям и видим, что во всех трудовых коллективах люди обеспечены работой. Там, где есть сокращение производства по объемам, люди начинают заниматься модернизацией, ремонтом, делают новый задел на будущее. Поисках, то есть. То есть, на самом деле, это создана модель, при которой работодатель с правительством, с акиматами заключили соглашение и не идут на увольнение работников. Это тоже с 2008 года апробированная казахстанская модель, которая вот, например, сейчас работает. Потому что, как бы там кто не знал, повторяю, что кривая цен на мировом рынке, она ведет себя очень динамично, снижаясь, но потом и поднимаясь. Поэтому, высвобождая людей, потом опять возникают сложности с организацией производства. И там, где мы сейчас вот видим на предприятиях, смогли выстроить с профсоюзами правильный диалог, люди тоже понимают это. Даже вот мы видим, что люди сами делают предложения рационализаторские, заботятся о том, чтобы где-то улучшить инфраструктуру в это время, заняться территорией даже. Но мы надеемся, что по алюминию, по цветным металлам, по прокату цены улучшатся. И к этому готовимся. Вот вы как-то в одном из выступлений говорили, в 2013 году улучшение ожидается в 2015 году. Помните, да? Ну, буквально недавно мы сказали, и 15-й пока прогнозы не очень утешительны. Вот всегда, когда вы делаете прогнозы, на что вы ссылаетесь? Вообще, знаете, к сожалению великому, не найдете вы ни одного эксперта, который бы точно смог прогнозировать конъюнктуру. Вот сорс может повлиять? Повлиять может. Прогнозировать очень трудно, потому что влияет миллион факторов. Но в любом случае, наша горно-металлургическая промышленность, это флагман. У нас работают люди, которые внедряют современные технологии. Вот я сейчас проехал, люди сидят за компьютерами. Это не те металлургические цеха, в которых мы видели, что там к горячему металлу подходили и обжигали лица. Я помню, как Нуртанавич Назарбаев сам, например. Сейчас он валовый продукт на одного работающего по 100 тысяч долларов на ряде предприятий. Это колоссально эффективное производство. Поэтому мы по хрому, по ферроспламу, мы лидеры на мировом рынке. По производству продукции для атомной промышленности, мы лидеры. С нами считается, это бренды Казахстана. Вот еще у меня такой вопрос, так как ваш отец, мать занимаются воспитанием молодого поколения. Вы тоже длительное время работали в учебном заведении, Академии наук. Перед выпускниками, накануне почти, стоят, какую профессию приобрести. Ваш многолетний опыт, и вы часто об этом говорите, все-таки вот программа ФИР-2, которую мы с вами приняли уже. Вот какую профессию все-таки вы призываете, чтобы молодые пошли туда? Я бы даже сказал, в первую очередь, родители должны сказать не о профессии, а сказать в первую очередь, где ты должен обучиться, и где ты должен жить своему подрастающему молодому человеку. Да, можно обучиться за рубежом, получить хорошее образование, но работать надо в Казахстане, потому что здесь хорошие заработки, и многие стремятся сейчас сюда. Например, ФИР-2, это миллиарды долларов, которые инвестируются в такие города, как Актюбинск, Караганда, Павлодар, Кустанай, Икибастуз. Это даже такие, как в Талдыкурган, целый ряд производств, и так далее. То есть, это точки роста. То есть, людям надо подумать, где завтра работать. Не обязательно работать там, где ты живешь. Молодому надо думать, где можно хорошо заработать, иметь хорошую профессию, получить жилье и иметь семью. Я поэтому считаю, что надо ориентироваться не на то, что там, а, хорошо быть юристом, банкиром. Посмотрите, сейчас в банках какое сокращение. Их даже не могут найти, куда устроить. Люди бегают с хорошим образованием. Мы точно знаем, что нам нужны электролизеры, нам нужны программисты, нам нужны специальности в горнометаллургическом секторе. Поэтому, посмотрите, перечень вузов, надо получить технические специальности. Вот сейчас они востребованы. Не надо молодых своих ребят ориентировать на экономистов, юристов. Сейчас их перепроизводство. Многие просто не могут найти работу. Более того, надо, может быть, пытаться пойти на предприятие, на предприятие, поискать возможность зацепиться за эти компании. Надо интересоваться этим. В компаниях есть сайты, как предприятие имеет соответствующие обучающиеся программы, какие колледжи они софинансируют, потом они даже стипендии устанавливают. То есть, я бы даже рекомендовал в первую очередь получить техническое образование. И я убежден, что в Казахстане в ближайшие годы эти специальности, эти люди будут востребованы и будут хорошо жить. Потому что сейчас начаты и по линии работодателей, и по программе НУРУЖУ, именно в этих городах, которые я перечислил, строительство новых жилищных комплексов, арендное жилье с последующим выкупом. Причем, если там надо платить 300 долларов, то вполне подъемно. Вот сейчас на ССГПО на Казхроме реализуются такие программы. Это же здорово. Человек знает, что он платит. Выплатил, перешла в собственное. Зачем ехать? Пользуется вроде бы. Да, пользуется. В аренде. В аренде. Но потом это все за счет идет. Идет эта сумма будущего выкупа. И он знает за то, что у него есть квартира, есть место работы. И я считаю, посмотрите, как у нас получают. У нас заработная плата у инженерно-технических работников, у профессиональных работников очень высокая отрасль. Мы занимаем второе место в перечне тех, кто получает после нефтяников. Поэтому я еще раз обращаюсь. Ситуация меняется. И всегда... Да, и надо выбирать нужно. Да, и не надо думать, что Казахстан со временем не будет горно-металлургической страной. Он будет. Казахстан богат этими ресурсами. И надо этим пользоваться. Не надо время выпускать. И я вчера, вот у меня был вице-министр образования науки. Он тоже предлагал как раз. И гранты больше будет выделяться для вашей промышленности. Так я понимаю? Да, конечно. Более того, многих мы можем через предприятие устанавливать стипензии. Мы этим практикуем. Только нам нужно ребят посмотреть. У нас сейчас отделы кадров занимаются подбором. И вот мы проехали по предприятиям. У нас молодые ребята на предприятие сейчас пришли. Если мы боялись 2-3 года назад, что стареющий рабочий класс, там 50, средний возраст, сейчас идет омоложение. Люди понимают, что в городообразующих городах где надо работать? Там, где стабильность, зарплата, престиж. Николай Владимирович, еще один такой вопрос. Вы не случайный человек в нашей государственной структуре. Вы были трижды, кажется, министром, представителем государственного комитета. Вот сейчас, не нарушая закон о выборах, вот сейчас один из кандидатов каждому своему выступлению говорит, что сделано в Казахстане. Два других кандидата почему-то не высказывают по этому поводу. То ли они не знают проблему, то ли в чем-то другом. Вот почему все-таки сегодня на это обращают особо внимание? Сделано в Казахстане. Но, во-первых, надо говорить об экономике. Когда мы потребляем молоко, произведенное в Казахстане, мы сразу говорим, что эти деньги идут на выплату зарплаты тем, кто в сельской местности корову держит, на выплату тем, кто его на ферме отсепарировал, те, кто потом на заводе переработал, расфасовал и принес и положил. Мы помним казахстанцев своими деньгами. Еще налоги ходят на то, чтобы платить людям в районную больницу, в районную сельскую местность, в государственные органы и на многие другие нужные. Когда же мы покупаем продукцию другой страны, все так же автоматически уходят только в другую страну. Хотя мы в едином пространстве, нам надо всегда помнить, приоритет национального, казахстанского, он должен быть в сознании у человека. Более того, конечно, сейчас можно увидеть, что 3-4 месяца тому назад многое подешевело, российское стало дешевле, и кажется, хозяйка пришла, ой, я возьму лучше майонез российский или молоко российское. Но, во-первых, надо понимать, что к нам сбрасывается не очень качественная товарная масса, во многих случаях, говорю, что с просроченными сроками, перебитыми, во-вторых, все равно сроки хранения есть определенные сроки. В-третьих, сейчас ситуация выравнивается, поэтому хозяйки, которые приходят в магазин, вы посмотрите, российское тоже в связи с изменением курса рубля изменилось в цене, тем более надо покупать казахстанское. Оно качественнее, оно меньше, как правило, лежит где-то на складах, торговле, меньше срок на транспортировку, и я, например, абсолютно убежден, если мы, каждый задумается, не так хватая первопопавшееся, а задумается на тем, а все-таки посмотрит, какое содержание там ешек, допустим, в продуктах питания, вы убедитесь, что в казахстанских товарах их меньше. Поэтому призыв покупать казахстанского это политический возраст, и экономический возраст, это и моральный возраст. Вы очень убедительно доказали мне необходимость приобретения товаров, которые сделаны казахстанскими. Ну, во всяком случае, не надо торопиться, когда вы пришли в магазин. И не все меняется ценой. Николай Владимирович, еще такой вопрос. Я вот готовлюсь буквально на днях у меня будет один из руководителей компании Рио Кинто. Это австралийская компания, известная. Насколько я знаю, что вы это знаете. Вот в течение трех лет, оказывается, они добивались получения лицензии на доработку месторождения. Это о чем говорит? Я помню даже выступление главы государства по этому поводу, если вы помните, да? Это о чем говорит? Несовершенство нашего законодательства или какие-то другие механизмы подводные. Вы попали в точку. На самом деле мы очень молодая страна. Есть государства, которые развивают горно-металлургический сектор, самостоятельные государства по 200-300 лет. Мы законодательственно начали писать, которому 20 лет. Вот, например, закон о недрах это вот такой тоненький документ, в котором вообще ничего не прописано. Поэтому, когда начинает его реализовать на практике, ну, на самом деле не прописано, значит, можно толковать и так, и этак. И начинается хождение инвестора и не всегда эффективная работа госаппарата. Вот сейчас разработана по поручению главы государства концепция нового кодекса о недрах и недропользования. Причем на базе прежде всего австралийского опыта. Это будет документ, который будет толстый, где будет все прописано детально, чтобы никто вправо-влево не знал каких-то своих субъективных желаний ходить. Все должно быть прописано. Как заходит инвестор, какие документы получает, в какие сроки, какая ответственность и все. Более того, вот мы горно-металлической ассоциации ставим вопрос, что дальше пойти. Вообще сделать, как вот мы привыкли уже сейчас, это же хорошая практика, одно окно, чтобы инвестор пришел, какие нужные документы знал, в одно окно и сказали ему, вот давайте, дайте нам два месяца, мы сами просмотрим это на уровне района, области, республики, получим все необходимые согласования, вы через два месяца получите окончательный результат. Я думаю, если вот такая практика будет, многие инвесторы подумают, смотрите, значит, Казахстан сделал шаг вперед в организации привлечения инвестиций, он сделал все детально прописанным. Почему, допустим, англичан так уважают за то, что они свое законодательство пишут многие десятилетия, потому что оно, да, оно очень сложно, но зато там все ясно. И я думаю, что вот сейчас уже к концу года кодекс о недрах будет отработан с учетом мнения международных экспортов. Вот мы сейчас вчера ездили в Караганду, потом мы едем в Актюбинск, в Усть-Каменогорск, мы отрабатываем модель. 27 мая мы будем проводить большой круглый стол по этому кодексу, потом мы представим вместе с правительством это все в парламент. И если этот кодекс, а это будет свод всех целого ряда законов мы примем, то мы сделаем шаг вперед в организации привлечения инвестиций. Вот, Николай Ильич, по этому поводу у меня предложение к вам, если это воспримет, я не знаю, как вы сами думаете, я буквально на той неделе был на правовой конференции отравовские животные. Это работники юридической службы нефтегазовой отрасли, которую возглавляет господин Гелюбая. Вы помните, да? Ну, там они собрались сами юристы и все. то есть, то есть, вот, Казэнерджи, ваше объединение, правая конференция, которая проводится в нефтегазовой отрасли, почему вам не объединиться и вот выходить с таким объединенным предложением правительства? Вот, что касается кодекса, у нас здесь нашли мы понимание. Сейчас, вот, кодекс мы делаем тремя ассоциациями. Это Казэнерджи, казахстанская энергетическая ассоция, ИГАГМП. То есть, здесь мы не стали между собой спорить. Мы часто спорили между собой. Надо честно признаться. И в кодексе о недрах вначале тоже думали. А как мы там? У нефтяника своя специфика, у горняков своя. Потом мы договорились, подписали меморандум, что будет общая часть, которая будет касаться всех. А потом отдельно будет по нефтянке, отдельно будет по горновой. Разделы, разделы. То есть, будет специфика. Тогда мы не будем, как говорится, друг другу мешать и друг друга недопонимать. Потому что действительно есть особенности производства. Их надо учитывать и даже в таком документе, как кодекс. Поэтому, я думаю, мы в 2016 году уже будем иметь кодекс, который будет создан всеми недропользованиями совместно с правительством при участии международных экспортов. Вот и последний у меня вопрос, если я успею, конечно. мы вступили Евразийский экономический союз. Вот скажите мне, пожалуйста, что дало для горно-метеорологической промышленности этот союз? Мы, может быть, не кричим там, хотя надо говорить, но уже с 1 января 2015 года мы сейчас по внутренним очень низким российским тарифам провозим наши грузы на порты. Для нас это супер важно. Давайте мы в следующий раз об этом поговорим. Вы не против? Не против. Договорюсь тогда. Время нашей эфира заканчится. Напомню, что сегодня на гостях был исполнительный директор республиканской горно-добывающей горно-метеорологических предприятий Николай Владимирович Радостович. Спасибо вам. Я с вами, уважаемые телезрители, прощаюсь, а вам огромное спасибо. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин